привет это снова я узнали прежде всего я хочу сказать спасибо всем тем кто оставлял комментарии под моим видео о том что я не хочу снимать видео потому что мне прям полегчало сидеть наверное иногда надо чуть-чуть поныть чтобы тебе вынуждено написали что-то хорошее чтобы ты прям возродилась из пепла мне было очень приятно читать ваши комментарии спасибо вам большое правда каждый хочется расцеловать комментарии прямо в попку спасибо большое и я собрала себя в кучу и снимаю наконец-то кей обзор на шикарную палетку которую мне подарила шикарная моя подписчица маленький лист за что ей спасибо большое ее тоже целую во все места это называется лайм краем greatest hits бэнджерс или бэнгерс я не очень прямо как читается великолепная палетка выглядит ну упаковка просто 10 из 10 мне очень нравится как она выглядит она шла вот в таком вот разрачным кофре и там еще была вот эта прокладка пластиковая и тут тип собранную за зеркало классно что она складывается вот так вот пополам нет никаких проблем показывать ее здесь тип собранные лучшие оттенки из всех я так понимаю веносов что выпускались у меня есть опять же тоже от той же того же маленького лиса венос 2 которую я очень люблю и здесь я выяснила только что что повторяются четыре оттенка это пиджин вот он это мастер вот она это мат вот он и джем вот он я хочу отдельно посмотреть а идентичны ли они мне интересно но в остальном в общем-то действительно это чуть чудесные оттенки вот голубой еще здесь мне очень нравится сводчи посмотрим поближе сделаю несколько макияжей расскажу все все свои впечатления уже наверное в конце видео а сейчас в очень и несколько макияжей в таком близком рассмотрении чудесная палетка просто великолепные божечки это что-то невероятное сначала хочу показать палетку в принципе эти розы конечно просто огонь она уже у меня немножко пыльноватая потому что я пользовалась перепользовалась наверное будем смотреть сначала матовые а потом топеры вот так мне хочется покажу вам сейчас оттенки дрими мастерд и мат у меня к дрими вопросов нет вообще никаких только если что он по моему кажется немножко более пыльно-розовым живьем к мат у меня есть небольшие вопросы я хочу показать вам рефил видите он немножко замылился в моей палетке windows 2 такого не происходило к мат нет никаких вопросов единственное что он кажется немножко но это у меня какая-то видите верблюжья сухая рука на глаз наносится великолепно вообще никаких вопросов у меня не возникло то есть небольшие проблемки возникли с мастерд дрими великолепен без нареканий и мат тоже хорош дивайн райп и флора отличный дивайн по моему это просто лучший оттенок в этой палетке райп тоже великолепный они очень похожи по формуле флора чуть более твердая в рефиле но наносится тоже очень хорошо чудо чудо просто давайте я покажу дивайн райп и флора джем инблум и мьюз джем и инблум великолепные такие же мягкие и прекрасные мьюз чуть более твердый но тоже очень хорошо наносится мне безумно нравится эти три оттенка никаких нареканий на глаз перепрыгивают тушуются отличнейший парс великолепно heavenly hail миф бим я сейчас открыла себе просто второе вообще дыхание лайфхак и так далее я записываю свотчи после того как я сделала макияжи 2 сейчас буду делать 3 так вот я там жаловалась на heavenly посмотрите как он красиво смотрится на свотчи на руке все потому что я нанесла его влажным пальцем на чуть влажную после салфетки руку то есть я рекомендую кто будет тоже мучиться сухой кистью не наносится в принципе никак сухим пальцем наносится с большим трудом на влажную влажный палец влажную не знаю может подложка какая-то не до конца высохший может быть консилер очень красиво переливается просто отлично если даже попробую открыть окно и снять при дневном свете еще ну вот тут совсем такой дневной свет солнце прямое уже меня не не падает уже но светится все равно очень красиво правда такие они жирненькие когда на влажную руку наносишь по сухому нельзя как и во многом другом я забыла ни в чем не повинный radiant сейчас будет я его забыла совершенно и дальше shell crown pigeon и aura radiant я не знаю наверно так не покажешь это очень мягкий хайлайтер который хорошо подойдет для подсвечивания внутреннего вот он так переливается немножко телесный такой оттенок он достаточно мягкий и мягко подсвечивать внутренний уголок глаза чудненько просто дальше идет оттенок shell это оранжевый такой немножко дуахрома с желтым это мягкие тени которые легко наносятся абсолютно crown него я тоже буду жаловаться впоследствии по мокрому наносится хорошо по сухому просто не пытайтесь это pigeon который у меня уже есть коричневые на коричневой базе мелкие зеленые переливы очень красиво и популярно такой был оттенки такие несколько лет назад и последний это aura мягкий хайлайтер чудненький тут тоже как-то мне не очень удается показать его свечение но на самом деле у него мягкие переливы в макияже потом вы сможете получше посмотреть новости я решила сравнить оттенки из старой палетки извин из 2 и из новой палетки здесь pigeon мат и джем и вот что я могу сказать по цвету похожи различаются только джем в старой палетки он более оранжевый а в новый более красный они идут слева старый исправной но я точно могу сказать что все эти оттенки различаются по текстуре старой палетки например pigeon очень мягкий здесь он более твердый мат тоже более мягкий в старой палетки и такой твердый прямо сухой в новой палетки не знаю почему это то есть но формула немножко изменена сто процентов старых в оригинальных винас они более мягкие все все три более мягкие а так в общем то по виду ну ненамного они отличаются ну вот сейчас я использовала по максимуму такие красно-бордовые оттенки которые есть палетки сейчас покажу какие в уголке глаза у меня бим это такой топпер он прекрасен он просто великолепен он хорошо ложится и пальцем и кистью его не надо как-то специально вжимать и размазывать чтобы была хорошая пигментация чтобы вот это вот появилась волшебная блестинка и у него как ни странно такое покрытие хорошее что она перекрывает даже тот оттенок который был у меня изначально внутри глаза неожиданно то есть надо иметь просто в виду что он закрывает он такой прям покрывистый укрывистый хороший в середине у меня красная флора в самом уголке у меня мьюз темный здесь не обращайте внимание у меня я тут разодрала себе бровь у меня такая красная точка будто я ее тенями сделала но нет просто не скрыть ничем а я естественно ковыряю ну те же это видишь прыщ ковыряй его и корочку сковыривай до того пока не останется шрам и даже на камеру ковыряю чтобы добавить себе сексуальности так что в общем это не те не залипли это у меня аллергическая реакция на мои руки я растушевывала около брови вот этим оттенком dreamy и была тоже удивлена что этот оттенок казалось бы он такой пыльно розовый очень мягкий но у него такая укрывистость что он перекрыл собой абсолютно оттенок джем который я нанесла изначально то есть я изначально вот сюда вот так нанесла джем но dreamy его перекрыл его практически не видно так что здесь прямо с пигментации с укрывистостью хорошо растушевываются они весь макияж у меня занял минут я не знаю 7 наверное и мне очень нравится что получилось такое все сейчас я хочу добавить одну хренулину вернусь и дорасскажу вам все вот сейчас секунду секунду я вернулась мне захотелось добавить какого-то немножко волшебства и я плеснула себе навеки пигмент от элиану недавно мне пришел в нас называется он insomnia он великолепный он выглядит как битые рождественские вот эти вот игрушки на елку елочные рождественские игрушки что это за название откуда я увидела чем как битые елочные игрушки классического красного цвета переливается просто волшебно я не знаю передает ли это моя фронталка отлично единственное что вот я столкнулась с этим прямо сейчас здесь такая вот крышка естественно я просыпала где-то пятую часть блесток потому что я открыла крышку стала там пока себе это все навеки наносить у меня упал баночка так что элиан пожалуйста сделайте как в салонке три дырочки чтобы можно было хотя бы если я уроню еще раз а я уроню чтобы я просыпала одну десятую и еще хочу обратить внимание на вот этот вот карандаш это вен сабо лайнер виртуоз каял номер 03 у меня кто-то спрашивал чем были у меня накрашены губы у меня губы были накрашены карандашом для глаз и сейчас у меня подведена верхняя верхняя века подведена этим карандашом он великолепен на бровях лежит отлично на глазах лежит отлично единственное что когда вы подводите верхняя века себе не сжимаете сильно глаза потому что он сразу отпечатается и на нижнем но лайфхак если вам надо и верхние и нижние подведите верхние и закройте глаза и у вас подведется одновременно все и вам не надо будет тратить времени также я нанесла мне очень понравился вот этот вот бим розовенький я нанесла его сюда в качестве хайлайтера но его как-то помню очень видно он очень вот как хайлайтер он не очень понравился потому что его надо все-таки на глаза его на ночь чтобы плоской кистью хайлайтер такой пушистенькой и вот на пушистенькой кисти он раскрывается не очень но может быть кстати если пальцами его как-то сюда подбить мне нравится то что получилось и блестки и без блесток просто я хотела изначально показать только с этой палеткой макияж а потом уже чем-то его дополнять ну сейчас покажу второй за каким-то решила вставить себе розу и она вываливается второй бук тут мне нравится да сам образ целиком я такая вся наташа ростова хреново но возникли некоторые трудности прям скажем то есть я использовала как базу divine он великолепный кстати да если у кого есть почти все палетки то я думаю что их много людей расскажите мне из какой палетки вот этот divine он мне безумно нравится прям очень очень он чудесный такой знаете нетривиальный какой-то цвет какао с молоком очень мне понравился и ложится хорошо и все с ним в порядке а дальше я использовала рэйп 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 вот сюда чтобы не нашла ничего чтобы затемнить поэтому воспользовалась мат второй раз то есть я использовала в красном макияже и тут в этом тоже и потом я решила что мне хочется на серединку глаза какие-то блестки и в уголок с уголком все нормально то есть здесь у меня radiant он такой интересный белый хрен знает какой такой вот то есть он прям как такой мягкий хайлайтер красиво подсвечивает внутренний угол глаза еще аура а ауру я нанесла себе вот сюда я знаю что это немножко знаете ли так по анастасии волочковскому но сама аура отличный отличный очень легко ложится очень мягкий такой оттенок хорошо светится мне кажется как хайлайтер его тоже можно использовать немножко если нанести красивое мягкое свечение и он такой рыхленький хорошо наносится вот например radiant он какой-то прям твердый но его можно хорошо раз раз и нанес а вот дальше пошла какая-то странная балалайка непонятная оттенок heavenly и оттенок crown у них я не такое ощущение что на поверхности образуется какая-то как корка то есть мне не перенести вот на пальце он смотрится норм но когда я пыталась перенести его сюда это просто какие-то невнятные блестки которые и переносятся плохо и блестят если crown сейчас я его еще как-то смогла на то есть вот он вот сейчас его видно я думаю на камеру то heavenly прям вот это я со всех сил true опять же на пальце он смотрится хорошо но здесь застыл вот кстати в сравнении эти два оттенка он прям застыл на пальце и это какие-то крупные такие даже я не знаю как это описать какие-то крупные даже не блестки а это какой-то как шиммер но он крупный и очень сухой и на поверхности образуется прям такая как корочка мне не нравится ни один ни второй откровенно говоря то есть у них может быть и цвет сам по себе красивый но вот только они работают только не переносят кистью я вообще не смогла то есть я терла терла просто ну увлажнился увеличился в размере рефил а тени сами не перемеслись нифига это какой-то бесполезный секса без конца вот не знаю как это еще описать этим двум оттенком я ставлю прям минус я знаю что некоторые пользуются скотчем то есть вот так вот скотч нанес и вот эта верхняя корка она снялась но что это такое для чего это это я прям вот минусяра минусяра мне не нравится эти два оттенка остальные великолепно особенно конечно divine мне понравился и radiant и и и вот ора отлично мне кажется вполне такая я приличная могу на первое свидание сходить и с родителями познакомиться в кои-то веке а на губах у меня golden rose какая-то помада мне нравится чудный оттенок и вообще не чувствуется абсолютно на губах а ну вот кстати раньше стоил очень дешево сейчас по моему стоит 300 или 500 рублей golden rose golden rose ну ты с ума сошел ты бюджетка которая продавалась в ларьках куда ты лезешь ты не богу это знаете как эти копники которые в 90-е поднялись теперь они типа все сэр и вообще лакшери фэшн так гопник был гопник и остался поэтому golden rose не лезь пожалуйста не называйся груздем не лезь в кузов а я пойду делать еще один мейк и вернусь к вам хотя это мне очень нравится мне хочется его смывать то есть и ну третий лук получился самый небрежный как будто я только что снюхивал кокаин с чего-то пупка ну да ладно я очень-то так и планировал должна сказать что оттенок shell великолепен но я нанесла его во внутренний уголок глаза и он когда не по то есть он потрясающе красивый на солнце тут солнце нет конечно блин поэтому я показать вам его красоту толком не смогу он такой оранжево-бежевый какой-то до хром это просто великолепно но видите солнце не падает и кажется что у меня здесь такие тени то есть он не прозрачный мне на прозрачной базе причем я эту базу вот на руке я пыталась поймать не могу поймать а так вот к солнцу поворачиваешься какое-то розовое розово такое как закатное великолепие или рассветное а солнце не падает бежевая хрень как будто синяк буду с ним еще играть но он мягкий приятный в нанесении мне очень нравится дальше у меня pigeon вот здесь вот он немножко все-таки отличается я покажу опять же сравнение мне кажется что он более твердый чем был и посерединке у меня оттенок миф я нанесла его на власть по влажному в общем по сухому он не наносится в принципе кистью он не наносится лучше использовать палец знаете совет на все времена иногда просто лучше использовать палец он вроде красиво лег но он замылился и когда влажным его пытаешься взять на клей для глиттера вот можно его он прям кусками такими сходит очень проблематичный в плане нанесения смотрится он вроде красиво я не уверена что он я ему доверена на сто процентов потому что мне кажется что можно найти менее проблемный оттенок в общем-то мне нравится и мастер я использовала 10 в уголке он так тянется и от того растянула меня третий немножко грязюка потому что я пальцем хотела поправить и он растянулся у меня до виска то есть просто у меня это было индейцы чиройки и я быстренько стерла его салфеткой для снятия макияжа из fix price и стерся он не очень хорошо но в общем то я удовлетворена мне нравится как они сидят и что они едят давайте уже переходите к выводам ну что вернулись для выводов у меня солнце уже просто слепит мне глаза поэтому буду я достаточно краткой палетка мне понравилось мне безумно понравились здесь такие вот не удава какие-то пыльно-розовые шоколадный я так понимаю что это вина с которая розовая да какая-то была вина с большая вина сексель розовая потому что вот этот вот дрими просто великолепный дивайн отличный просто ора отличная in bloom то есть все вот эти вот какао в пыльно-розовые оттенки имеют великолепную формулу у топперов их лучше наносить на клей для глиттера чуть-чуть с ними помучаешься и будет хорошо но вот хайль или хейль он такой серебряно как оградка для кладбища мне оба мама сказала он хороший так то есть вот у хэйль и у хэвенли формула хорошая и так и по сухому пойдет миф и бим надо немножечко помучиться в уголок глаза мучиться не надо но если хотите большой объем перекрыть то лучше на какую-то либо липкую базу либо клей для глиттера вот краун нет я все спутал хэвенли экран хэвенли экран с ними надо прям вот да там учится хэйль наносится великолепно и так миф и бим хорошо наносится в уголок глаза если маленькая территория да она территорию побольше лучше все-таки тоже использует клей для глиттера или на какую-то темную базу наносить ора великолепный мягкий хайлайтер и так шел великолепный дуахром такой бежево-оранжево-желтый и так с ним все великолепно radiant тоже такой что-то какой-то промежуток этого не может быть промежуток должен быть и вот этот промежуток и есть radiant это что-то между мягким хайлайтером и топпером мне нравится считаю палетка чудная мне нравится здесь есть разные формулы мне нравится здесь есть разные оттенки разные цветовые гаммы можно подобрать я бы хотела чтобы здесь был еще какой-то вот может быть тот синий который из моей винас 2 чтобы можно было делать еще какие-то синеватые макияжи потому что здесь все таки получается красно-розовый закрыт гештальт да нюдовый такой закрыт и топерный закрыт а вот какое-то такое синесиреневая может быть я бы чуть добавила но в общем то чтобы не покупать там 10 палеток винас можно купить одну и вполне себе удовлетвориться спасибо большое мне прямо очень приятно и теперь на самом деле чуть-чуть о серьезном у меня у моей подруги большая беда у нее у ребенка обнаружили опухоль мозга и я внизу оставлю ссылки на всякие источники где можно куда можно если вы хотите помочь перечислить любой там не знаю 5 рублей 25 рублей 100 рублей я сейчас по максимуму все туда потому что во первых мы близки мы вместе учились в институте во вторых естественно я все экстраполирую на себя потому что у меня тоже маленький ребенок это такая знаете грустная информация но я хочу донести то что на моем канале никогда не будет никакой рекламы исходящие от меня на моем канале нет я даже убрала галку объявление без возможности пропуска поэтому я вот всю рекламу максимум удалила и вместо рекламы я наверное каждое видео буду напоминать об этом реквизиты все внизу пожалуйста если вы хотите это близкими человек я очень прошу вас помочь и закончим на хорошей ноте я благодарна за палетку это чудо какое-то это прекрасно я буду с ней еще играть чудно хорошо мне нравится я возродилась я надеюсь что я не пропаду и буду теперь прямо и снимать снимать и снимать и набирать подписчиков не забывайте собака макоказел и всего хорошего пока